привет меня зовут Эд и сегодня я продолжаю свой цикл состоящий из нескольких видео о капустной различной диете с различными капустная диета типа как одна но меню разное называется на капустная но меню может быть абсолютно разное и его существует несметное количество этих меню я уже записал несколько видео различных капустных диет это сырая диета эта диета на основе капустного супа жесткая диета дальше диета на квашеной капусте и сегодня будет опять диета 7 дневная это менее жесткая диета так как мы будем подключать к данной диете не только капустный суп но еще некоторые продукты из которых мы будем брать конечно же жизненные элементы витамины для нашего здоровья поэтому эта диета считается не жесткая и на ней можно сбросить в зависимости от того сколько у вас лишнего веса примерно 3-4 килограмма и даже 5 килограммов за 7 дней вы будете себя чувствовать комфортно конечно же легкий голод будет присутствовать будет присутствовать легкость уже с третьего дня и вы конечно это все почувствуете почувствуете прилив сил примерно это начнется где-то с третьего с четвертого дня первые два-три дня конечно будет сложно себя перебороть также могут возникать головные боли это от шлаков то есть происходит очищение примерно на на третий четвертый день происходит вот такое очищение и начинается головная боль она может быть не у всех но как правило очень часто она один полтора дня присутствует и так я сейчас по дням расскажу как правильно работать именно с этой не жесткой капустной диеты на 7 и так готовим кастрюльку в принципе мы сейчас дозу я дам сварим этот суп и вы его кушать как только он заканчиваете опять его делаете и к супу подключаем различные овощи и фрукты и кушаем каждый день этот суп его можно кушать в не ограниченном количестве и так основные ингредиенты данного супа это белокочанная капуста желательно чтобы она была свежая сорвите листья грубые и так далее помойте и подготовьте качан капусты значит примерно давайте дам дозу вот такую берем 600 грамм капусты белокочанной дальше нам потребуется примерно 2 морковки дальше нам потребуется сладкий перец желательно чтобы он был зеленый болгарский сладкий перец также нам потребуется 2-3 луковицы обычного репчатого лука также кто кто уже на какой-то стадии на какой-то стадии почувствует что он не может можно в данный суп в данную дозу о которой сейчас говорю добавить небольшое количество вот так небольшое коричневого риса не обычного шлифованного белого а именно коричневого если вы сможете в супермаркете купить этот рис а он продается в супермаркетах в основном то можете воспользоваться именно данной рецептурой и добавлять небольшое количество щепоточку в данную дозу риса далее суп может быть белый то есть мы его так его оставляем а может быть ну типа как томатный тогда берем еще два помидора то есть белый мы все оставляем то что я говорю без помидоров а томатные значит мы добавляем еще томаты можно чередовать день белый суп день томатный суп и так чередуем 7 дней и так что нам еще надо два томата это я сказал дальше сельдерей обязательно сельдерей ну кто любит кто любит петрушку укроп и зеленый рук лук можете купить эти прекрасные растения ну зеленый лук например женщины не будут конечно есть переваренный лук он не будет иметь запаха а зеленый лук который в конце бросаем он конечно может иметь запах и конечно женщины его не будут есть поэтому лук не обязательно а вот покрошить петрушку и петрушку покрошить петрушку или укроп вот это подойдет берем крошим и такую щепоточку хорошую потом бросаем в конце давайте я быстро расскажу как его правильно сделать итак берем режем ножом или на крупной терке там где такими стручочками трется на самой крупной терке берем и трем капусту дальше трем морковку трем так что у нас еще из капуста морковка трем лук принципе болгарский перец тоже можно на терке перетереть можно и порезать очень мелкими кубиками все это сгружаем в воду и нагреваем до кипения далее сколько надо брать воды если вы используете рис как его правильно варить и так воды используйте в супе конечно же в супе сколько угодно если вы хотите жидкий суп и типа чтобы его было много наливайте побольше воды в наши овощи если вы хотите чтобы суп был больше похож на суп пюре то есть более густенький значит воды немного меньше и потом уже на второй третий день вы регулируете сколько вы хотите воды далее нагрели мы наши овощи только овощи которые вот эти сказал перетертые и порезанные нагрели сельдерей не бросаем петрушку не бросаем укроп не бросаем наши овощи варим осторожно на медленном огне варить надо 20-30 минут и пробуем чтобы они были хорошо мягкие дальше когда вы все сварили уже овощи мы можем накрыть и хорошо чтобы все настоялось можно оставить это все в таком виде а можно перетереть овощи на пюре и потом заново добавить в эту воду просто берем на друшлаг наши овощи осторожно вытягиваем и перетираем перетирать можно как вручную так и на блендере в общем перемалываем все на пюре потом это пюре опять сгружаем в нашу кастрюлю перетертое и это у нас уже типа суп пюре кто не хочет перетирать можно просто отварные овощи оставить дальше если вы вдруг подключили рис его надо варить отдельно берите например если там на несколько дней не горсть а три горсти и классически в воде отварите рис до готовности дальше сливайте воду чтобы крахмал крахмал в рисе не оставлялся то есть возьмите побольше воды 3 щепотки риса нам нужна только одна щепотка остальное будет храниться у вас уже готовая в холодильнике сваренная на следующие супы то есть возьмите побольше риса там например хорошую жменью в большом количестве воды отварите сливайте воду один раз солите воду чтобы крахмал отошел варите дальше до готовности все наш рис готов сливаем полностью воду берем одну порцию одну жменьку остальное оставим в холодильник именно рис и потом уже готовый рис практически в готовый суп добавляем за пять минут до конца добавляем рис еще пять минут готовый суп варим и в конце добавляем покрошенные петрушку укроп и обязательно сельдерей сельдерея берите побольше такой стебель можете в крайнем случае его потереть на любой терке на какой хотите хотите на мелкой пожалуйста на крупной пожалуйста или мелко мелко порезать мелко порежьте и укроп и петрушку и за две минуты до окончания кипения уже супа то ли с рисом то ли без риса вы добавляете за минуту максимум за 2 буквально так тут у ду 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 покипела чуть-чуть минутку максимум 2 и уже окончательно выключаем дальше что делать с солью и с маслом желательно масло не ложить вообще соль можно положить особенно если вы этот суп не можете есть потому что он никакой он приторный тогда добавляем небольшое количество соли кто может есть суп вот такой капусты без соли надо есть без соли все основное суп готов по нашей по моей технологии а теперь будет меню на каждый день с использованием вот этого капустного супа понедельник берем сварились наш суп хороший свежий суп его можно хранить до трех дней поэтому если вы не хотите каждый день его варить можете побольше его сварить на три дня соответственно добавим большее количество овощей и так кушаем в понедельник данный суп можно есть его 4 5 и даже 6 раз примерно по 200 250 миллилитров дальше вместе с приемом супа или в промежутках можно есть первое в этот день одно яблоко дальше отдельно свежую морковку можно перетертую без ничего дальше можно есть салатик также из буряка отварного отварите красный столовый маленький бурячок его кстати надо варить долго берем зубочистку и протыкаем варится где-то примерно если он маленький реально около часа на небольшом пламени и пробуем как только полностью идеально зубочистка проходит сквозь бурячок все значит он готов принципе можно сразу его даже вынимать он быстро охладиться и как хотите он отлично кушается просто кусочками можно его потереть на крупной терке ничего не добавляем он очень вкусный просто великолепный я его не практически каждый день варю морковку и варю бурячок и когда только захотелось от кушать вот только захотелось кушать ах шо хочется кушать хочется кушать мясо хлеб там что-то еще все кушаем бурячок берем сколько хотим отрезаем половину бурячка четверть ну не знаю сколько хотите и просто берем и кушаем он безумно вкусный даже такой сладенький кисло сладенький отлично итак в понедельник съедаем одно яблоко как хотите лучше его перетереть перетереть и вот эту стружечку яблочную можно разделить например на два раза и покушать поставить в холодильник чтобы он не сильно окислился и за два раза его съесть дальше съедаем один бурячок вареный так же самое делим например на два раза кусочками или перетертым кушаем в понедельник когда хотим как я сказал супа можно есть сколько угодно это 46 раз и вот эти овощи яблочко свежие и вареный вареная свекла можно также есть когда хотим ну примерно два раза в день все на понедельник вот такое вторник все то же самое не буду раздрогольство и тут и повторяться кушаем сколько хотим супа и вместо бурячка вместо свеклы варим две средние морковки просто в водичке без соли их варим так же само протыкаем их протыкаем их спичкой или зубочисткой как только полностью спичечка зайдет все морковка готова быстро ее охлаждаем две наши морковки и в течение дня просто ее кушаем отварную морковку можно потереть но я кушаю просто и ем она мягенькая кстати тоже очень приятная на вкус вот такой был у нас вторник среда кушаем капустный суп 46 раз в день и варим одну морковку и один бурячок то есть одну свеклу желательно как я сказал свекла должна быть столовая то есть очень красная все чередуем эти опять отварим эти овощи режем их ставим в какую-то тарелочку и в течение дня в любом виде без ничего просто кушаем и кушаем наш суп такое питание у нас было в среду четверг варим и кушаем опять капустный суп дальше можно использовать яблоко если больше ничего нет два яблока если выбор есть есть супермаркет есть большой город значит одно яблоко большое и один апельсин делим все это яблоко на две части и апельсин на две части и вот эти четыре части яблока апельсин яблоко апельсин делим на 4 приема начинаем само утра пол яблока апельсинкой кусочек пол яблоко вечером апельсинка все одно яблоко и одну апельсинку мы съели если апельсинки нет значит едим так же само два яблока в четверг и кушаем 4-6 раз наш суп четверг закончился пришла пятница сегодня у нас пятница что же мы будем сегодня что я рекомендую кушаем суп вчерашний ли варим новый и 4-6 раз опять кушаем суп дальше в пятницу сегодня мы кушаем дополнительно кусочек мяса грудки курицы отварного или отварную рыбу рыбу надо брать сухую нежирную хорошо подойдет например ментай хек или в какая-то речная рыба караси что-то еще только нежирная никаких там сабов осетров и других рыб в которой содержится много жира нельзя кушать что еще можно кушать щука судак и различные караси там карп карп вот это все можно кушать небольших количествах значит нам нужно на день примерно 150 грамм мяса то ли рыбы то ли куриной грудки отварной делим на два раза 150 грамм утром отвариваем и разделяем на два раза кушаем где-то примерно в часов в 10 в 11 первый раз суп например и кусочек мяса и вечером можно чередовать если хотите чередуйте утром кусочек рыбы 50-70 грамм после обеда или в обед кушаем мясо и так рыба и мясо или что-то из этого одного все и продолжаем кушать 46 раз все на пятница закончена суббота кушаем варим суп 46 раз в день начиная примерно с 89 часов утра и до 7 вечера и также отвариваем одну морковку один бурячок и маленький кусочек куриной грудки где-то до 100 грамм все это делим на равные части и примерно на 4 раза все это делим наши овощи и кусочек грудки грудку можно разделить на 1-2 раза максимум овощи все можно разделить на 3-4 раза и между супом или супом как уже вам легче перенести все это все это кушаем и так суббота у нас закончена воскресенье в воскресенье кушаем варим суп себе или используем тот что вчера вы поставили в холодильник оставшийся на супе дальше можно отварить одну морковку одну свеклу ну или бурячок как его еще называют я называю буряк столовый и из морковки и из буряка из другого из свежего делаем свежевыжатый сок если у вас есть и морковка и буряк делаем примерно 70 процентов морковного сока и 30 процентов буряку если вас есть что-то одно одно должно быть именно не буряковый сок а именно морковный тогда пьем морковный сок но так как вы варили бурячок и морковку в течение недели конечно у вас есть сыр и эти овощи поэтому в таком количестве сделайте себе свежевыжатый сок можете за один раз его выпить примерно до двух часов дня можете разделить на два раза желательно чтобы промежуток между ними был не не более четырех часов так как сок очень быстро окисляется также как я и сказал варим одну морковку и один бурячок и тоже делим его на весь день там на сколько частей хотите на две три четыре части и с супом после супа между приемами супа кушаем и конечно же в воскресенье продолжаем кушать наш суп 46 раз все кто не пользовался рисом значит похудеет намного эффективнее кто не смог и на каком-то этапе пользовался рисом это тоже не страшно потому что мы использовали всего горсточку риса уже отварного это тоже не страшно кто не выдержал молодцы ничего страшно ну а кто выдержал значит вы обладаете очень сильной силой воли и уже вы потеряли как минимум 4-7 килограмма в зависимости от того сколько у вас было ненужного веса чем у вас меньше жировых отложений тем конечно же организм теряет меньше это надо понимать а чем больше жирка вот так как у меня жирка хотя я в принципе типа худой но жирка у меня достаточно вот я при такой диете могу за семь дней потерять где-то в районе шести килограмм дальше что можно еще есть в эти ничего а что можно пить можно пить чистую воду можно пить нейтральную минеральную воду без газа можно пить зеленый чай без сахара в принципе без ограничений вода до одного литра в день чая где-то два три стаканчика 200 200 граммов минеральной воды тоже можно пить до одного литра в общем сырой воды минеральной или просто фильтрованной воды до одного литра каждый день можно выпивать вот такая была чудесная капустная диета не строгая она практически не влияет на наше самочувствие мы хорошо очищаемся сбрасываем вес в принципе диета абсолютно не строгая и можно практически всем если у вас есть хотя бы маленькая сила воли выдержать такую диету очиститься и похудеть вот такое было отличное меню капустной диеты семидневной на сегодня вот спасибо за внимание ставьте мне пальчики вверх подписывайтесь делитесь друзьями данным видео соц сети и до встречи завтра на моем канале пока подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем удачи и мир вашему дому спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!